Девушки отдыхают 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 Вы получаете вариант, что Трамп просто поразился тем кадром, который он увидел, умирающих детей после химической атаки, вот этого ужаса, и просто принял такое решение? Я не верю в эмоциональность принятия решений лидерами такого уровня. Мы не знаем, что там было. Памятаете, много разных американских фильмов, когда подобные кадры снимались специально? Неведомо, кто что и как организовал, кто снимал эти кадры, как это было запущено. Можливо, тысяча или один вариант, почему это произошло. Но то есть факт, что это хорошо рассчитывание решение, которое имеет несколько задач, одна из них, на самом деле, внутренне американские. Но, конечно, и желание показать россиянам, что, ждите, вы не выиграли у нас новую войну, и вы сейчас не есть номер один в политике, мы также что-то значим, и они показали, что они что-то значим. Это другой элемент. Что для нас, для Украины, и вы очень правильно про это сказали, что мы также напрямую залучены до цих низких кроков, и я бы тут не поспешал вітать американцев с успешной операцией, мы можем стать для россиян способом ответа Трампу за то, что он сделал в Сирии. Оскільки я не уявляю сейчас, чтобы россияни что-то сделали с американскими кораблями в Средиземном море, я не уявляю, каким образом сейчас россияни могут покарать еще больше опозицию, че лояльных до США, угруппирование территории Сирии в ней так достаточно уничтожен. Целком логично уявить, что Путин будет бить по-другому месту, там, где руки у Трампа достаточно схованы, там, где он не может пойти дальше, чем ему позволяют параметры американской внешней политики, то есть Украина тут находится в очень сложном и безопасном положении. И нам точно не нужно радиться от того, что вместо большой дружбы между Трампом и Путином, между ними пришлется велика война. Владимир, как Вы считаете, согласны ли Вы с последними словами, которые озвучил Василий, и все-таки надолго ли Америка пришла в Сирию? Риск такой есть. Риск ответа, даже военного, путем эскалации военной на Донбассе, такой нестандартный ход, асимметричный, это в стиле Путина. Поэтому такой риск, к сожалению, существует. Но, когда мы оцениваем действия Трампа, вот надо иметь две вещи в виду. Во-первых, он обещал величие Америки, ключевой тезис в его инаугурационной речи. А второй важный момент, он же критиковал все время Обаму за мягкотелость, в том числе вспоминал Крым. Вот, если бы я был тогда, я бы показал. Да, вот он и показывает, то есть он не может сейчас действовать, как Обама. Поэтому на силовые действия Асада он ответил своими силовыми действиями против Асада. Деталь, на которую не все обращают внимание. Он предупредил россиян об этой атаке. Совершенно верно. Да, вот это очень важный момент. Поэтому Трамп не хочет прямого военного столкновения с Россией. Думаю, что и Россия тоже. Потому что, вот мы видим, они сейчас отвечают скорее дипломатически. Очень жестко по риторике, но не предпринимают ответных силовых действий. А вот асимметричный ответ с их стороны на Донбассе, к сожалению, возможен. И нам на всякий случай надо быть к этому готовыми. И вот здесь как раз координация с Соединенными Штатами, она будет вполне обоснована, логична. Но действительно радоваться нам не нужно. Скорее нужно готовиться к некому обострению ситуации, в том числе вот и на Востоке. Смотрите, к чему нам еще нужно готовиться. Сирия сегодня, согласитесь, снова превратилась в проблему номер один для всей мировой политики. Борислав Береза, что делать украинским политикам, чтобы проблема Донбасса не отошла на совсем уж задний план на этом фоне? Проблема Донбасса действительно сейчас снята с первых страниц газеты и отошла с повестки дня. Но надо четко понимать причинно-следственную связь. Испокон века демократы были сильны социальными вопросами и решением социальной политики внутри Америки. Республиканцы это всегда внешняя политика, это всегда международные отношения и усиление позиции США на международной арене. Поэтому то, что сейчас мы увидели, это не что иное, как заявка на возвращение в лидерство, абсолютное лидерство, монолидерство в мире Америки. И соответственно, когда говорят действительно эксперты о том, что возможен удар по Донбассу, как бы это страшно ни казалось, но я думаю, что американцы прогнозировали такую возможность. И в случае, если такое произойдет, то это будет тот самый повод, когда Трамп сможет действительно показать себя как нового политического лидера на международной арене. Скорее всего, он передаст тогда летальное оружие Украине, и это будет публично. Это раз. Второе. Эксперты сейчас оценивают ситуацию, которая происходит. Так вот, риторика Кремля не просто сдержана, они в растерянности. Они действительно воспринимали все до последней момента, как эдакий, знаете, шантаж, как они играют, привыкли к тем правилам. Поэтому здесь такого не произойдет. Теперь касаемо следующего этапа. Через всего две недели начнется сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И там уже планируется рассматривать вопрос Сирии. Но также там будет поднят один из очень важных вопросов. Там будет поднят вопрос о доверии президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту, который буквально недавно посещал вместе с Леонидом Слудским, я не ошибаюсь, с Волошиным, да, по-моему, посещал Сирию и встречался с Ассадом. Один из пророссийских симпатиков в Европе получает впервые за всю историю Парламентской Ассамблеи возможность получить импичмент и уйти досрочно с позиции президента ПАСЭ. Поэтому интересы Украины и Донбасса в Европе никто замалчивать не будет. Наоборот, позиция человека, который пророссийский и который фактически доказывал, что ну Россию надо возвращать все в любом случае в Парламентскую Ассамблею, сейчас ослабнут. Так же, как и симпатиков. Для нас самое главное сейчас усилить свою позицию на международном парении. Усилить. А именно, привлечь как можно быстрее наших симпатиков. А симпатиков у нас не так много на самом деле. И самое главное из них, это Великобритания, которая до сих пор в переговорном процессе не принимала участия. Спасибо. Олег Асухорский. Смотрите, Борислав упомянул положительный, позитивный вариант развития событий. Это Америка, Трамп передает нам летальное оружие на восток Украины. Но звучат и другие сценарии у экспертов, которые позитивными явно не назовешь. Это то, что Россия может в ответ на свою немощность на востоке ответить Америке адекватно. Она может начать разворачивать наступление на Донбассе. Как вы можете прокомментировать такие мнения экспертов? И возможно ли это, или если да, то к чему нам нужно уже сейчас готовиться? Ну, очевидно, что Россия предпочала такий удар США по Сирии. И вы знаете, что за данными РНБО, сейчас Россия стягивает свои войска до кордонов с Украиной, посилюет. Эскалация продолжается. Минские договоренности не работают. Нормандский формат не работает. Что нужно делать? Нужно менять формат или менять наши страны, партнеров. Это США и Великобритания, которые гарантами нашей национальной безопасности и территориальной ценности. И ясно, что нужно дальше требовать от Трампа, чтобы все-таки дали Украине летальное оружие. Потому что это очень важно на сегодняшний день для Украины, чтобы мы могли обороняться, в частности, от России. Спасибо. Сергей Миничук, тот же вопрос вам хочу задать. Как вы считаете, может вот это, конечно, мы можем радоваться, да, и должны радоваться. Это, понятно, наша реакция, что поражение этому победы Трамп переиграл. Россию сегодня нанес хороший такой удар, да, по их геополитике. Но может ли это окнуться нам на Донбассе? На мою думку, так. Но я не думаю, что на данный момент, что предыдущий рассказал, что идет угруппирование, ну, наростае угруппирование российских сил, там очень маленькое угруппирование. Это еще не то. А мы можем увидеть это, чтобы нарастить, чтобы нарастить, какой-то соответствующий удар нанести на Донбассе, нужно подготовить. А подготовить угруппирование, это, значит, подтянуть силы, подтянуть тили. Это целая войсковая операция. И тем людям, которые не знают, что это такое, лучше не говорить про это. Слушайте, пане, по-перше, это не я сказал, это сказала Рада национальной безопасности и обороны Украины. Если вы считаете, что они не знают, то вы лучше молчите и ничего не говорите. Это не реально, это ничего не решает. Что обговорювать? Чи есть какой-то план, который бы выполнил Минские договоренности, чи давал бы им альтернативу? Нет. Есть несколько идей, которые сейчас уважно обговорюются, но до момента, пока в США не будет хотя бы какого-то минимального консенсуса о их позиции, о мирном оборудовании в Украине, до этого момента ни расширения формата, ни изменения формата, ничего не позволит и ее не будет. США должны, наконец, визначити свою позицию, что в регулировании в Украине. О том, что Америка может и хотелось бы нам, чтобы Америка села за стол этих переговоров. После вот этого обострившегося противостояния Трампа и Путина, возможно, это стало реальнее? До выборов в Немеччине никаких изменений в переговорных форматах не будет. Мают быть выборы в Немеччине, мают быть выборы в Франции, мают быть новые лидеры, которые сейчас являются формальными гарантами. Будь-якие заклики, что до изменений до Будапештского формата, так называемого запрошения всех постоянных членов Ради безопасности, они все будут поддерживать до момента, пока не будет новых лидеров там и позиций в США. Это называется «Куда ни кинь, везде Украина рассматривается в пассивном залоге». Мы заложники. Да, я добавлю, во-первых, по поводу нормандского формата. Не все следят за переговорами, а я напомню, вчера в Минске, не вчера, в среду, по-моему, была встреча советников четырех лидеров впервые за несколько последних месяцев. Была пауза, и до этого переговоры велись фактически даже на уровне лидеров и министров иностранных дел в формате 3 плюс 1. Реально, скажем так, Меркель и Оланд разговаривали с Порошенко, потом с Путиным. Но не все четыре вместе. А вот дипломатические советники все-таки встретились и возобновили переговоры на нормандском формате. Поэтому я бы пока не хранил этот формат. Он используется, во всяком случае, до выборов... Давайте я закончу. Про Штаты, про Штаты я вам скажу. Он бы был набагато сильнейшей и эффективней. Будь ласка. Можно я скажу? Можно? Так вот про Штаты. Еще одна деталь. В начале марта новый министр иностранных дел Германии, Зигмар Габриэль, был в России. И тогда и Габриэль, и Лавров сказали. Welcome, США. Мы приветствуем участие США в переговорном процессе. То есть не только Украина, но и Россия, и Германия это приветствовали. Но в чем проблема? США сейчас не готовы к участию в переговорном процессе. Госдепартамент не укомплектован. Там нет людей, которые занимались бы Украиной, и которые бы были в теме по Минским переговорам и по Минским соглашениям. Поэтому даже все хотят, а США не готовы, и они пока перекидывают это все на Германию. Понятно. Николай Сторик. Я не думаю, что Украина даже будет по-моему, голова. Спасибо. Мне кажется, что то, что мы сейчас обсуждаем, это такой страшный, трагический пример неурегулированности. Вот в открытой фазе, когда пребывает конфликт, что происходит, это жертвы, в первую очередь, среди мирного населения. Мне кажется, что самое страшное в этой ситуации, это жертвы именно от химической атаки. Судя по тем кадрам, которые есть в свободном доступе, это военное преступление. Учитывая, что военные преступления не имеют срока давности, я думаю, что по ним будут виноваты и будут по ним однозначно отвечать. Что касается нашей ситуации, мне кажется, что в данном контексте нам нужно понять для себя, что мы в этой ситуации хотим, каким образом мы хотим решать этот конфликт. Если мы хотим действительно вернуть территориальную целостность страны, если мы хотим со своей стороны, в рамках своих возможностей украинской стороны содействовать этому процессу, то на сегодняшний день альтернативы минскому процессу нет. Если мы хотим менять минский формат, то это соответствующие для этого механизмы международные, то надо выходить на совершенно другой уровень. На сегодняшний день, как на мой взгляд, руководство Украины заняло достаточно простую позицию по принципу хаджина-средина, дождаться пока там или с шахом что-то случится, или с кем-нибудь еще. То есть позиция руководства нашей страны четко на замораживание этой ситуации, на нерешение политической части этой ситуации с нашей стороны. Мне кажется, что разговоры в отношении активизации этого конфликта со стороны России впрямую, ну опять же, может быть, я что-то не понимаю в избирательном процессе, но в России в следующем году выборы. И в России в следующем году чемпионат мира по футболу. И война это такой предмет, который предусматривает жертвы с обеих сторон. Я не думаю, что кому-то эта ситуация нужна. Мне кажется, что вот когда ведутся такие разговоры со стороны руководства украинского государства, это лишний повод к тому, чтобы оправдать наши непомерные военные расходы, нерешение экономических проблем и многие другие вещи. Прикрыть ту коррупцию, которая на сегодняшний день есть, прикрыть нерешение вопроса развития экономики и многие другие вещи. Я думаю, что нам нужно, украинцам нужно в первую очередь думать о себе, жить нашими интересами. И в этом контексте, еще раз повторюсь, на сегодняшний день альтернативы Минскому процессу нету, потому что для нас главное это, еще раз повторюсь, прекратить войну и вернуть территориальную целостность страны. Сейчас ненадолго изменим тему. Вернее, я ввожу новую тему немного раньше, потому что Ивана Клипуш-Цинсадзе присоединяется к нам. Вице-премьер-министра как-то неудобно ждать на улице включения, тем более там портится погода. Ивановна, спасибо, что вы к нам присоединились. С вами мы, естественно, хотим обсудить, ну, пожалуй, самую позитивную новость этой недели, положительное голосование Европарламента по вопросу предоставления Украине безвизового режима. Вы можете сказать, что безвиз этим летом, безвизом этим летом украинцы уже воспользуются? Нас теперь всех волнует, когда мы сможем поехать? Ну, принаймні, усі наші партнери переконують нас в том, что, відповідно, как и решение Европарламента, так как и заплановано было 6 квитня, и произошло 6 квитня, то мы ожидаемо, что и другие процедуры, которые еще должны пройти до повного подтверждения этого решения, что до надания Украине безвизового режима, это будет так само вчасно. Есть еще решение, которое потребует Комитету постоянных представителей Краин Европейского Союза, есть еще решение Европейской Ради, есть еще подписание главой, президентом Европейской Ради и президентом, который представляет страну, которая сейчас глава в Европейской Раде. И после того, оприлюднение решения и вступ его в силу. Я думаю, что есть все подставы вважать, что уже влитку можно будет пользоваться безвизовым режимом украинским гражданам. Ну, хотелось бы, чтобы это было как можно быстрее. Ивана, скажите, пожалуйста, это, безусловно, огромная победа и украинцев, и украинской дипломатии. Всем причастным к этому спасибо огромное. Но какие теперь следующие задачи украинских политиков на европейской арене? Какими должны быть следующие цели? Ну, первое, мы должны понимать, что это совместная победа не исключительно дипломатии, а это совместная победа парламенту, урядов, президента, общественных организаций, медиа и, безусловно, так же и дипломатии в том числе. Потому что, насамперед, идет о том, что мы сделали за этот год тие необходимые перетворения, которые были предоставлены порядком, планом дій щодо визово-либерализации. И именно это является значительной причиной того, почему предыдущие решения щодо надения безвизов для украинцев и голосования в Европейском парламенте именно произошли так позитивно. Поэтому мы должны понимать, что это, насамперед, внутренняя работа. Поэтому, как на меня, вообще не стоит вопрос, что дальше, с точки зрения европейской интеграции, у нас есть угода про асоциацию между Украиной и ЕС, и именно эта угода для нас есть дорожной картой тех изменений, которые мы будем дальше проводить. Они, кстати, отображены, и в среднестроковом плане дій уряда, что был исполнен цего месяца. И будем работать над этим. Очевидно, мы рассчитываем также, что и угода, нарешті, будет остаточно ратификовано и в Сенате Нидерландов, и вона уже полностью будет працювати, а не використовуватиметься в темчасовом формате, и как це відбувається зараз. Я думаю, что на последний план ситуация на Донбассе не выйдет, и, на жаль, вона остается горячей, на жаль, вона остается неспокойной, попри черговую спробу запровадить совсем тихий режим припинения вогню. Мы видим, что протягом этих семи дней, в начале квитня, в нас продолжают гинути наши бойцы, в нас продолжают отримать поранения наши бойцы, и вновь обстреливаются наши цивильные объекты. Мы видим, что протягом последних дней, этого тижня, велика высокоповажных иноземных гостей, и вновь обстреливаются с тем, чтобы и подтвердить свою поддержку Украине, політичную поддержку, практичную поддержку Украине, для того, чтобы лучше понять, что реально тут происходит, и для того, чтобы продолжать держать Украину на порядке, в современном общественном мире, который стикает с большей количеством додатковых загроз и додатковых вызов. И нас никого не может оставить байдужим, то, что случилось в Сирии, эти химические атаки, эти военные злочины, которые были совершены 2-3 дня тому режимом Асада. И считаю, что именно такая обрунтованная реакция и серьезная жесткая реакция Соединенных Штатов, она должна прекратить таку жестокость и таке свавилье по отношению к цивильным гражданам на территории Сирии. Надеюсь, что эти удары, которые были нанесены сегодня, они остановят действия подальше военно-злочины режима Асада. Спасибо Ивана. Ивана Климпуш-Сынца, за вице-премьер Украины, был основной на прямом связи. Спасибо еще раз огромное. Мы с Иваной говорили и не только о безвизовом режиме, на этой неделе говорил и президент Украины. Он имел полное право, согласитесь, поздравить от себя народ Украины с таким решением, с таким, в общем-то, праздничным, в такой праздничный, я бы даже сказал, день. Но и президент, он чертил и практические политические плюсы от этого решения Европарламента. Давайте послушаем. Безвиз имеет много практических значений для многих граждан Украины. Примерно 3 миллиона украинцев уже получили, или сейчас поддерживают биометрические паспорты, необходимые для безвизовых поездок. И только за 2016 год украинцы более 15 миллионов раз перетнули государственный кордон с странами Европейского Союза. Конечно же, и уряд, и вся влада должны должны работать над тем, чтобы количество співгромадян, которые финансово могут себе позволить мандривки до Европы, год от года увеличилось. Но решения Европарламента – это значительно шире, чем свободные путешествия и свободная пересылания. Это еще и большая гордость за украинское гражданство и привабливость украинского паспорта. Это символ принадлежности Украины к спильному европейскому цивилизационному простору. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы от Лиссабона до Харькова, и мы поделяем спильные ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и безповоротности нашего курса на интеграцию в Европе. Это были слова президента. Сейчас я хочу нашей аудитории повторить тот вопрос, который задавал Иваник Лимпуш-Сенсадзе. Безусловно, это большая победа Украины на европейской арене. Но что дальше? Какая победа должна быть следующей? Да, Сергей? Дуже правильное запитание, и я думаю, ответ на него дуже проста и дуже линейна. Нам потребно его, как минимум, сберегти. В тих документах, которые мы имели, нормы, из которых мы имели выполнять, есть такая важная часть, как имплементация. Имплементация этих норм, этих 144 изменений, в антикорупционном законодательстве, в миграционном, в прикордонном контроле и так далее. Чи сможет ныне действующая влада, чи вона способна, самодостатная для того, чтобы выполнять соответствующие нормы? Очевидно, есть большие сумнёвы украинского народа, что проголошенные позиции по антикорупционной политике, створенные НАБУ, окремый самостоятельный орган, в будущем створенные антикорупционные суды, и другие институты, которые должны дать возможность нашей стране, обеспечить и создать надежный, сильный фронт борьбы с коррупцией, работают. Если они будут политизироваться, и если контроль над здействием, концептуальным, стратегическим здействием этой политики, будет в руках коалиции, которая на две третины складывается, ну, просто конченных политических выродков, в особе Народного фронта и Радикальной партии. Сергей, слова мы подбираем. Мы с Европой идем. Ну, я мягко... Идите себя, как и в Африке, и в Африке. Иначе я закончу, иначе не можно назвать людей, которые допускают, и политиков, не людьев, которые допускают внешнюю, в частности, финансовую оккупацию нашей страны, с боку, например, Международного валютного фонда. Сегодня на наших очах мы получили безвиз, но вместе с тем, на наших очах, действует большая афера, до которой Международный валютный фонд ушел 27 лет. Афера, чтобы забрать нашу землю. Вот эту часть своего выступления приберегите на второй час. Это тема второго часа. Я не пройду. Сергей, не перебивайте мне мой сценарий, который себе выстроил в голове. Я десь третийно говорил столько, сколько, например, мой друг Борислав Береза говорил. А безвизи говорите дальше. И тому я хочу сказать, что сегодня нам тут нужно повернуть... Это касается и вопроса этого противостояния россиян-американцев. Треба повернуть субъектность. Підкреслю, субъектность. Мы, на жаль, только дребная шахова фигура, которую играют сегодня на цей великой геополитической шаховой доске. Кто это должен сделать? Новые политические силы. Те, которые не были в парламенте. И те, которые сегодня могут отверто и честно говорить с украинским народом. Я хочу сказать, что наша партия готова это делать. Подождите, вы только 100 минут назад крест на себя поставили. Вы в парламенте уже были. Я в парламенте... Ну, видите, а никому не смешно, кроме вас, которые сейчас в парламенте сидите. Тому я хочу сделать такое важное оголошение. Знаете, наша политическая сила готовит референдум, земельный референдум, где миллионы украинцев должны висловить себя. Они за или против принятия моратория на торговлю земли. Только украинцев нужно спросить, чи готовы они отдать американцам, европейцам, іноземцам, те, что они получили от Господа Бога. Это остальная важная ценность, которую мы должны сохранить. Только на референдуме мы можем вырежать подальшую долю кредитов Международного валютного фонда. Как, и когда, и сколько мы будем отдавать, потому что они были больше навязаны. Только на референдуме мы должны выяснить, что дальше делать с Международным валютным фондом, который снищил, где индустриализовал нашу Украину, снищил 5 тысяч украинских предприятий. Сергей, ваше отношение к МВФ? Давайте вот через полчаса в следующем часе. Обязательно, обещаю. Сергей, Владислав. Мы как-то идем, конечно, в Европу, но очень медленно, да? 9 лет ушло у Украины на решение вопроса без виза. Скажите, вот у вас есть вера в то, что я, вы, доживем до того Дня Светлого, когда Украина станет членом Евросоюза? Безумовно, в это треба верить, и до этого треба прагнути. И все политики, и все абсолютно службовцы мают делать все для того, чтобы Украина произошла на своем шляху евроинтеграции. Но, ну, перед всем, я также хотел бы поздравить всех христиан сегодня с святом, с благовещением. А повертаясь к без визу, безумовно, это большая победа Украины, украинского народа, влады, это безумовно. Но, с другой стороны, я также хотел бы поддякувать и нашим европейским коллегам, нашим европейским партнерам, потому что даже те 144 треба, которые Украина полностью имплементировала для того, чтобы отримать безвиз, по большому рахунку, не нужны европейцы. Они нужны нам, чтобы мы запустили процесс реформирования нашей страны. И, благодаря тому, что Украина прагнула, и это было все в программовых засадах, как и в президентских выборах, так и в парламентских выборах, абсолютно всех демократических сил, что до безвиза, мы действительно его получили. Но, варто тут памятать, что это не безумовным фактом. Это не означает, что если мы получили безвиз, это, умовно говоря, не всегда. Потому что тут далеко не зависит от того, какую политику мы будем проводить в нашей стране. Потому что, извините, если социально-экономический развитие страны будет не позволять простому украинцу ездить в Европу, а социально-экономический развитие не будет позволять украинцам желать остаться в Украине, а он будет пытаться поехать в Европу только с одной методой, не туристично, а чтобы там остаться, это не хорошая история. Больше того, европейцы приняли тот план, который позволяет, на самом деле, если количество таких людей, которые будут ездить в Европу, не с туристической методой, а с какой-то другой методой, прекратить решение о безвизе. Поэтому тут архиважливо, надважливо, как дальше будет вести себя украинская влада. А то, что мы должны делать все, чтобы Украина таки набула членство, потенциально в Европейском Союзе. Для меня это безумовно. Потому что мы много в этой студии также поговорим, какая есть стратегия развития нашей страны. Вы знаете, я до сих пор не имею ответа, какая же есть все-таки стратегия, куда иди наша страна. Но та же самая угода про асоциацию с Европейским Союзом, для меня это формально заменник того, какой есть стратегия. Но то, что Украина имеет в этом направлении движения, для меня это безумовно. Татьяна Волшкова. Следующие задания, отвечающие на ваши вопросы, очень простые. Экономическое увеличение, чтобы действительно люди могли себе позволить поездки в Европу. И антикоррупция. Потому что, если мы будем позволять себе какие-то шаги назад, в плане борьбы с коррупцией и поддавания, поддавания топ-коррупционеров, притягнение их до реальности, до реальных вироков и посадок, то мы будем иметь соответствующую реакцию Европейского Союза. Если у нас не будет экономического возрастания, не будет рабочих мест, чтобы Европа не достигла хвиля трудовой украинской эммиграции. И тогда, соответственно, может быть имплементованное решение про призупинение для нас безвизового режима. И тут еще важно смотреться на геополитическую ситуацию, и до каких результатов произведут выборы. У Франции сейчас первый тур выборов, и дальше будут выборы в Немеччине. То есть, нужно это все враховывать. Но что бы я хотела сказать в контексте безвизового режима? Сейчас важно не критиковать, не прогнозировать, а заниматься такой, знаете, простою, разъяснювальною работой. Враховывая тот опыт, который был в Грузии, враховывая тот опыт, который был в Молдове. Потому что, даже до вчерашнего дня, пока я сама не прочитала деякие положения Кодексу Шенгенского, даже у меня были певные мифы, навеяные и соцмережами, и публикациями, и, до речи, возможно, и российской пропагандой. В частности, я была уверена, что этап принятия решения о дозволе на въезд в страну будет перенесен из стадии отривания визы на стадию перетину кордону. Это не так. Не нужно иметь при себе пакет документов, доведку из ЖЭКа, доведку про несудимость, доведку из банка. Это все не нужно. Это мифы. Я получила на всякий случай трехвичную визу. Потому что... Виявляется, что... Если у тебя есть биометричный паспорт, ты можешь ехать по нему без визы. Если у тебя нет биометричного паспорта, и ты, например, пенсионер или студент, который используется пильгами при отривании визы, ты можешь пойти в посольство, посольство при этом не прекратит выдавать визы. Знову же повторюсь, все, что нужно для перетину кордону, если у тебя есть биометричный паспорт, это всего лишь на всего те документы, которые все подорожающие с собой обычно берут. Обратные билеты, место проживания. Это место проживания, бронювание готеля, або там запрошение, если вы едете до родичей. И деньги. То есть або готувка, або кредитная паспорт, на сегодняшний день за разными социологическими опитываниями 75, возможно, 70% людей никогда в жизни не были за кордоном. Частина из них не была за кордоном через отсутствие возможностей финансовых. Власне, с этого началось вопрос. Частина из-за того, что действительно они не могли поделать это бюрократическое коло отривание этой визы. И на сегодняшний день хотелось, чтобы хотя бы половина украинцев могли это сделать. Сергей, я помню этот вопрос. Там были и другие страшные цифры, которые меня поразили. Не вспомню точно, но около половины украинцев не покидали пределы в своей области по экономическим причинам. Что вымогает Европейский Союз в данном случае по отношению, когда у нас остаточно этот визовый режим будет скасованный, когда процедурная частина закончится? 50 евро в день. То есть, человек должен иметь возможность продемонстрировать прикордоннику на запись, что у него на карте будет 50 евро с рассчитыванием на термин перебивания за кордоном. Власне, это наша минимальность. Поэтому, от повышения за вопрос о подвищении минимальной заработной платы, мы, как бы не хотели, мы должны говорить и думать о том, как максимально быстрее темпами поднять и пенсию до такого же уровня. То есть, про подвищение социальных стандартов. Я так понимаю, что это будет вторая часть нашей передачи, но в данной ситуации, мы, надеюсь, увидим, большую количество молодых, в том числе сельской, которая будет за полгода, за год, набагато лучше владеть иноземными языками. Мы увидим молодых людей, которые увидят жизнь за кордоном и смогут сделать свои стартапы в своих регионах, в селах, в местах. Мы увидим совсем иншее стало не доукраинской влады. Я не видел ни одного смелянина или каменчанина, который впервые попал, до речи, и в зрелом веке за кордон, повернулся без внутренних изменений. Я видел людей, которым за 50 лет, с вот такими очами, которые сказали, мы думали, что у нас не так плохо. И они будут замушать всю владу, местную, загальноукраинскую, парламентскую вертикальность, вертикаль местного самолюдувания працювати краще. Это безперечный виклик нам всем. Я когда-то участвовал Державный комитет Украины в отношениях национальности и эмиграции. Я когда-то защищал диссертацию про украинскую эмиграцию за кордоном. И даже начинал докторскую. Я всегда мечтал, чтобы украинец перетинал кордон без проблем. И мне бы очень хотелось, чтобы больше людей вернулося назад и не порушивали норму про перебивание. Адже загальновідомо, возможно, это для многих еще не ответственное вопрос. Працювати по этой визе неможливо. Это порушение, которое всегда вас несет в черный список Европейского Союза. И в будущем вы не сможете перетинать кордон. Больше трех месяцев научиться, вы там не сможете. Это тоже чтобы не было через отсутствие брак информации сломанных людских долей. Проблема только в том, что вас многие сейчас слушают и думают, выехать нам станет проще, а по сравнению с жизнью здесь, то лучше нелегалам там. Такие тоже есть, к сожалению. А лукости, понимаете? Насправді, я понимаю, вы правильно поставили вопрос. Социальные стандарты низкие и не будем тут приховывать. Их нужно думать, как подвищать. Но вспомните, что это произвели у нас новые лукости. Насправді, для того, чтобы сегодня полететь за кордон, можно это вылететь за 50 евро. За два дни можно провести Европу. А если дни перебивания, Сергей, то нужно целый год откладывать зарплату пенсию, чтобы поехать на 10 евро. Насколько я понял, когда разбирался с темой лоукостов, надо, чтобы власть не поддерживала монополистов определенных на рынке. Понимаете? А не ждать безвиз. Спасибо. Вадим, вам все. Перекуньте, вартисть, вартисть для администрации. Вы знаете, відповідаючи на ваше питання, такое наше посольство за кордону, вони дают статистику, що украинцям видано миллион дженгенских вис. Тобто те, люди, которые имеют два паспорта, они делают малый прокордонный рух. Но я до других позитивов хочу сказать. Я помню, коллеги, нас с вами, когда над нами висел тягарь, когда мы бежали все с кулуарей, с буфетов, всюду бежали, потому что мы голосовали за евроинтеграционные законы. Вы помните, как мы 1, 2, 10 разов за это голосовали? Минулий парламент, который тоже входил в 9 лет нашу визовую ліберализацию, я маю на увазі 2012-го року, он и подобного ничего не делал, сколько мы сделали. И это над нами тягарь. А теперь я хочу сказать для всех нас, что инший, который будет тягарь, это будет любой парламент, который придет, любые политические силы, которые будут, левые, правые, простые, непростые, в них будет тягарь, сохранение этого безвизового режима. И это означает, что мы будем рухаться в правильном европейском демократическом направлении, оскільки этот тягарь будет. Никто, никакая влада не захочется это и это поверьте позитив. А скажу таким чином, что, знаете, все же таки хочется, чтобы наши граждане были способны использовать этот безвиз для себя, для своих родителей. А это означает, что уряд просто нам має показывать каждого года не звезды и не на 10 роков стратегию, а точки возрастания. Мы маем с вами чувствовать, какие же в Украине точки возрастания, тысячи евро. С нашими зарплатами и с нашими социальными зарплатами далеко. Так вот еще один позитив. Нам бы дуже хотелось, чтобы этот тягарь сделать нашу людину, чтобы она максимально использовала этот безвиз, такой, чтобы она смогла отримать от нашей экономики, от нашей взрослой экономики максимально, это будет тоже этот позитив, который мы с вами можем сделать. Давайте мы все этого от вас ждем. Юрий Дощат. Смотрите, к сожалению, вот последнее время все, что у нас происходит, оно делится на две категории. Это либо перемога, либо зрада. Мы совершенно забыли о том, что на любом пути он не состоит из зрада перемог, он состоит прежде всего из рабочего процесса. И очень многие вещи, которые являются рабочими процессами, мы переводим в разряд перемог. Это касается и прозора системы, это касается дерегуляции, это рабочие вещи, необходимые для достижения перемогы, либо, если неудачно, это будет зрада. В данном случае безвизовый режим это в принципе тоже рабочий процесс. Это можно считать победой в узком сегменте международных отношений. Да, политически это хорошо, но по сути это особых изменений не несет. Это фактически, я воспринимаю это как дерегуляция для проведения определенных процедур. То есть сейчас будет легче людям, которым нужно было ездить, которым по работе, там по личным, если у них все хорошо, там родственники еще такое. Это не касается категории, которых иногда сюда привезли. Вот бабушки не смогут ездить, они и раньше не могли ездить. Это не для этого делалось. Это делалось для того, чтобы бабушкины дети, бабушкины внуки легче бы вели бизнес, зарабатывали больше денег, времени у них было больше, чтобы они этим бабушкам помогали, чтобы у них приехали и сказали, бабушка, чего вам помочь, чего вам привезти. То есть это фактически удобство, это замечательный вариант. Это вопрос удобства. Конечно, конечно. Виктория Ташевна. Виктория Ташевна. Я хотела додати, что крім оцієї дерегуляции, которую, безусловно, Европейский парламент вчера нам надав, визуал либерализация предбачает два еще важных момента. Первый момент, это, очевидно, престиж и вопрос гидности, потому что нам очень нужно пишаться тем, что мы украинцы, и нас, украинцев, ждут в Европейском Союзе. Европейский Союз открыл для нас, украинцев, свои двери. Я напоминаю, что это будут эти нормы расшириваться и на наших граждан, которые, 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 сегодняшний день, живут в Крыму, и на граждан, которые, 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 живут на оккупованных территориях и имеют, конечно, украинские паспорты. Поэтому это очень важно. И, вспомните, вчера, когда мы с вами обговорили это вопрос и эту надзвучайную перемогу в Украинском парламенте, российские ЗМИ посширивали информацию про их визуоліберизацию с независимой государственной государственной Самоа. Для тех, кто, может, забыл, я хочу напомнить, что это государственная государственная в Тихом Океане, за Австралию и Новой Зеландии. То есть, пока украинцы гидно будут пользоваться многими преференциями ездить к странам Европейского Союза, российские граждане получили привилегию ездить в независимую государственную Самоа, я желаю им счастья и успеха. И другий важливый момент, это, конечно, политическое вопрос, и питание нашей инвестиционной привабливости. Адже потенциальные иноземные инвесторы, которые все-таки смотрятся на нашу страну, могут посмотреть и увидеть, что Европейский Союз открывает свои двери. И сейчас очень много зависит от нашей судовой реформы и защитной инвестиции, нашей антикорупционной реформы, чтобы эти иноземные инвесторы заходили в Украину, брали участь в приватизационных процессах, инвестировали сюда деньги, создавали тут рабочие места. А вы как экономический эксперт, что скажете, это увеличит наши инвестиционные привлекатели? Знаете, это матиме невеликий влияние на макроэкономику, потому что это про какие-то гуманитарные вещи, но это матиме очень суткивый влияние на микроэкономику. Малий бизнес, маленькие бизнесмены, которые не могли поехать потому что этим нужно заниматься. Уявите какие-то конференции, сборы, выставки. Малий бизнесмен может просто взять квиток и поехать в любой час, найти идеи для своего бизнеса, создать новое предприятие, расширить свое производство. Это даст возможность экономического увеличения на микроэкровении. И это допомогает нашей экономике подняться, потому что именно за дребным и средним бизнесом наше майбутнее. Спасибо. Еще одна перевага суттевая, если можно не понимать. Нет, 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 Василий Филипчик сейчас, у нас очень мало времени осталось. Василий, я вас попрошу подытожить и задам вам такой вопрос. Вам не кажется, что безвиз это безусловно хорошо, это наша победа, все мы радуемся, но не кажется ли вам, что к концу этого года украинским политикам и чиновникам больше нечем будет похвастаться, кроме как получением безвизового режима с Европы? Абсолютно. Безвиз это последняя большая победа. После безвизового режима нас ждет тривалий, важкий, невдящий процесс реализации угоди про асоциацию. Даже эти страны, которые были за перспективу вступа в ЕС и были кандидатами, пройшли через неймовірно важких 7-8 роков трансформацій, когда проведение тех или других директов приводило тысячи людей на улицу, когда втрачалися галузи производства и так далее. У всех кандидатах этот период был неймовірно тяжелым и сложным. У нас даже нет перспективы вступа, у нас нет финансовой помощи Европейского Союза. Как, с помощью каких аргументов эту угоду мне тяжело выявить. Особливо, если выраховывали, что безвизовый режим нам так долго давали только тому, что с боку Европейского Союза понимали, что надавши безвизовый режим от той морквины, которую держали перед украинской владой, ее больше не будет. Что мы дальше будем использовать как мотив, как стимул, как примус депутатів бегать из своих едалин и голосовать? Можно? Можно? очень коротко, 20 секунд. Там очень много завоязаней. И транши МВФ. Все не в столовой, что они там жить скоро будут. Все за 3 рубля. Влада очень пиарится, что это безвизовый режим в Украине. Но Влада забыла, что революция гидности началась с Евромайдана. И первое, это заслуга героев Небесной Сотни и тех людей, которые сейчас защищают территорию нашей Украины и на войне. Вот я сейчас заслуга. Это действительно важно. Я с вами абсолютно согласен. Влада, заслуга будет тогда, когда вынищется коррупция и когда будет социально-экономичный стан такой в государстве, когда каждый украинец будет свободно подорожать Европой. Спасибо вам, что вам удалось поставить эту точку. Она правильная, нужная. Спасибо. Черное зеркало. Мы продолжаем ровно через несколько минут. Дождитесь, пожалуйста. Это черное зеркало. Мы продолжаем. На этой неделе многие политики не могли совладать со своими эмоциями. На губах у них застыла улыбка, а в глазах читалось недоумение, а иногда и растерянность. Улыбка, потому что нужно было рассказывать об очередной перемоге. МВФ дал нам транш миллиард долларов. Растерянность и недоумение, потому что они уже читали меморандум и читали все условия, которые нужно выполнять, и многие думали о том, что выполнение этих условий может поставить под угрозу их политическую карьеру. Какова цена транша? Давайте разбираться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самое время говорить экономическим экспертам. Тарас Казак, как Вы оцениваете обещания, которые Украина взяла перед МВФ? Их вообще реально выполнить или нет? АПЛОДИСМЕНТЫ что было легко выполнено, мы уже пытались, каким-то образом проголосовали в Верховной Раде и практически выполнили. На сегодня требования МВФ очень жесткие. Мы получили этот миллиард, серьезные побоевания, что он может быть последним миллиардом как минимум этого года. Потому что четыре основных направления, которые можно выделить в требованиях МВФ, я их сейчас скажу, это первая борьба с корупцией, другая это пенсийная реформа, третья это либерализация обегу земель сельско-господарственного предназначения и четвертая это приватизация. По каждому из этих направлений наша влада або не хочет двигаться, або не может двигаться, або есть часть влады, например, в Верховной Раде, которая не допускает таких вещей. Поэтому будет очень-очень сложно. Если сказать детальнее, то в пенсийной реформе это побоевание, что поднимется пенсийный век. Правда, может, это удается сделать, но есть достаточно большая количество других заходов, которые тоже нужно сделать, и они тоже не популярны. В частности, это увеличение эффективного стажа, то есть стажа, в котором работники сплачивали внески в пенсийный фонд. Целково возможно, что этот стаж будет для мужчин 40 лет, а для женщин 35 лет. ликвидация пильг, пильги, которые на сегодня имеют, например, правоохранные органы, суды, народные депутаты, деякие категории работников. Но у них не жалко отобрать. Они у себя не хотят выбирать. Это же важно, что ты когда выберешь у кого-то, это так соби, а у себя это сложнее. Дальше, есть большая количество судей, они вообще, если не все знают, судей не получают пенсии. Судей, для того, чтобы выйти из-под этих законов про пенсию, которые постоянно становятся жесткими, они получают так называемое довечение утримание. И для того, чтобы не подпадать под этот законопроект. То есть, мы стыкаемся с противом. Что касается сельско-господарского призначения, я считаю, что нужно обязательно дать возможность людям купить и продать землю той, кто хочет. Снова же таки, стыкаемся с этим опором, и где-то это шаленный опор. Ну понятно. Сейчас все попытаемся обсудить. Спасибо. И приватизация. И приватизация. И приватизация. Олигархи. Вопрос, как отказаться от лакомых кусков для себя и как, в общем-то, не делать то, что не популярно в обществе. Юрий, как вы считаете, Тарас прав, когда говорил, что это, возможно, последний, скорее всего, последний транш, который мы получили? Не исключено, но я бы не говорил, что это прям последний, который мы получили, просто пауза между этим и следующим может затянуться. Объясняю, почему. Последний транш, который был получен, господи, у меня вылезло, в сентябре, ой, вот сейчас, вот сейчас, он был дан, потому что мы в прошлом году, это основная причина, что мы национализировали приватбанк. На остальные невыполнения, там было 11 условий, мы выполнили 3, остальные не выполнили. МВР сказал, ладно, вы сделали главную задачу, все остальное мы переносим на потом. И сейчас, для того, чтобы получить следующий транш, нам нужно выполнить ряд условий. Они изложены, они публичные, кстати говоря, уже сразу же, как ни странно, буквально на второй день после принятия решения они их опубликовали. Кстати, какие обещали, помните, дискуссию? Обещали, говорили, что как раз, да, после решения, да. Но не полностью. Там, полностью, практически полностью. Украина опубликовала, а не полностью. Я говорю, МВР публиковал полный вариант. Значит, там есть четкие маяки, они создатели. По сути, новых условий там нет. Там есть просто условия, которые мы должны были раньше сделать, они перенесены на более поздний срок. Следующий транш мы планируем получить в мае пересмотр в июне. Евгений, в мае? Пересмотрим по графику. По графику. График идет на май. Пока график не поменялся. Размер транша 1,9 миллиардов долларов. Но этот тоже был 1,2, но похудел до миллиарда. Этот был 1,2, похудел до миллиарда. Следующий тоже может похудеть. Все зависит от того, что и как мы сделаем. У нас мы должны за этот период до конца мая сделать 4 условия. Там, касаемо Приватбанка, это вполне реально. Значит, мы должны, Верховная Рада должна принять законодательство по изменению пенсионной системы, принять, не разработали, принять, оно должно быть, и по закону о рынке земли. Это все нужно сделать до конца апреля, до конца мая. Вероятность того, что это будет сделано, крайне мала. Объясняю, почему. Конечно, я вам могу объяснить. У нас осталась одна пленарная неделя. Можно я что-то уже закончил, потом вы будете рассказывать. 0. Значит, из-за того, что мы это не сделаем, есть два варианта. Есть вариант, что решение о следующем транше, оно переносится до выполнения всех этих условий. Параллельно с этим размер, естественно, будет уменьшен. Однако, на данном этапе это ничего, в этом ничего страшного нет. Потому что в этом году нам нужно отдать, в основном, мы сейчас берем деньги для того, чтобы отдавать внешние долги. В этом году нам нужно отдать 1 миллиард. Он у нас уже, по сути, он уже пришел. То есть, эти деньги мы можем отдать. Эта проблема может быть в следующем году, когда у нас в следующем году там получается порядка 3 миллиарда, 2,2. 2,2, разом с весом. 2,2 разом с весом. 2,2. Вот, по-моему, там чуть больше еще есть. Вот тогда у нас могут быть проблемы. Поэтому, на сегодняшний день задержка может быть, но там ничего страшного нет. Наоборот, в какой-то степени, если наши переговорщики будут успешно и удачно вести переговоры, они смогут, теоретически, они смогут добиться более лучшего результата. Но, к сожалению... Но нашим переговорщикам надо, чтобы, Евгений, мы поняли вас, спасибо. Нашим переговорщикам надо, чтобы их здесь поддерживали Верховной Раде. Все завязано на Верховной Раде. Большинство вопросов. Можно поменять условия. Борислав уже сказал, что ноль до мая. Я вам больше что расскажу. Шанс, чтобы что-то изменилось. Я только что перед этим был еще на одном эфире, где присутствовали представители Батькивщины, БПП, Народного фронта и Самопомича. Никто из них, даже мысли не возникло о том, что пройдут эти законопроекты до конца мая. И не только мая. Я вам сразу говорю. Это раз. Второе. Когда мы начинаем поднимать меморандум, для меня меморандум, это честно говоря, он реально изрисованный весь. Я просто открыл как-то для себя. Мне интересно, вот когда подписывали этот меморандум, кто-то понимал действительно, что он через парламент, вот эти этапы не пройдут. Но невозможно это сделать вещь. Невозможно. Понимали. Но подписывали. Парни будут голосовать. Вопрос. Тогда, что это есть? Правда, тут процитировали недавно Алексея Гончаренко, который сказал, деньги получили, она скажет спасибо и дальше жить своей жизнью. То есть, я, конечно, все понимаю, а мы берем деньги. Мы же их отдавать еще должны. Я понимаю, что мы берем кредит, чтобы отдать кредит по кредиту. Я все это понимаю. Но это бред. Я вам честное слово говорю. Это раз. Второе. Вот я сейчас, я читаю, смотрю, у меня ощущение. Вот меня возмущает то, что мы действительно берем кредиты для реализации реформ, а не делаем реформы, чтобы получать кредиты. Но это же бред. Поймите, нас заставляют и принуждают. Но когда я начинаю читать, это аут. Настолько завуалирована и красиво написана пенсионная реформа, что это даже не вверх цинизма. Читаю. Что предлагается? Новый набор вариантов выхода на пенсию с ширшим, не с истующим диапазоном пенсийного века, что переключает значную возможность выбора в залежности от загального трудового стажа а также с пенсийными выплатами, которые заохочивают громадян до продолжения трудовой деятельности. И пизднейшего выхода на пенсию. Я не понял. Перевожу на общечеловечество. По итогу, люди будут работать больше или нет? Нет, смотрите, вот за это, за это, секундочку. Если через два года получат большую пенсию, некоторые будут остаться. Начнем с того, что, Алексей, а кто верит в то, что эта пенсия будет через 5-10 лет выплачиваться? В пенсионном фонде такая дыра, ну, я смотрю, даже казах тоже говорит, такая дыра, что выплатить невозможно. Раз. Второе. На сегодняшний день мы все понимаем, что если сейчас предложить людям работать дальше, ребят, да у нас же такая безработица, куда эти люди пойдут работать? Вот еще вопрос. Давайте создавать сначала рабочие места, Татьяна Острикова, каких... Я последнюю вещь еще сказать, секундочку. Да, очень коротко. Коротко. Самое интересное при всем этом, там есть такой вот пункт, что в этом году мы должны сократить госслужащих на... Не, неправильно, бюджетников на 2%, а за следующий год на 10%. Это врачи, учителя, полицейские. Куда нам полицейских сокращать? У нас преступность растет. Нам бандитов надо сокращать, а не полицейских. Бред. Татьяна Острикова, вы начали говорить о тех пунктах, учителей не тайных, да, которые еще существуют. Что это за разночтение? Давайте, по-перше, про перемоги. Это действительно первый раз, что влада Украины дійсла до четвертого траншу. Все попередние влади закинчивали значно ранее. Они брали гроши и, как пропонует пан Манчаренко, забывали про МВФ. Но эти гроши никуда не далися, и эти борги... Сейчас мы беремо кредиты, как сказал пан Береза, чтобы отдавать те борги, которые не делала попередняя влада. Это не я говорю, это где? Это первая позиция. Другая позиция. Давайте теперь до зрад. Ну, говорите про то, что это очень хорошо, что мы дійшли до четвертого траншу, окей. Больше, чем и с півречным запизнением. А попередній транш надейшов и с запизнением один рейд. Теперь давайте проанализуемо процент виконания оцих структурных маяков МВФ. В этом новом меморандуме МВФ позначить 5 маяков, как выполнено, 8, как не выполнено. То есть все попередние меморандумы выполнены на 38%. Это так, чтобы мы понимали, как у нас рухаются реформи. И даже эти вещи, которые в меморандуме назначены как выполнены, например, по Приватбанку, по сбільшению капитализации банков. До них, до всех, можно застосовывать слово «але». Потому что до Приватбанку это всем ведомо. Сумнівность кредитов, которые Коломойский не выдавал повязанным особам. Сумнівность застав, который он сейчас должен что-то предложить. И больше 100 миллиардов облигаций, которые выпустила держава, чтобы покрыть эту дыру. И это все «те, но», что до выполнения украинною взятых обязанностей. Теперь, что до основных структурных маяков. Я глубоко переконана, что и по земле, и по пенсионной реформе эти строки, которые прописаны, будут снова порушены. То, что прописано по митнице, то, что прописано по фискальной службе, снова будет порушене. Я навожу один простой пример. Прописано, что до конца квитня парламент ухвалит закон и створит новую службу финансовых расследований вместо податковой милиции и всех других органов, которые занимаются экономическими злочинами, новый демилитаризованный орган я не верю. Наверное, даже на тот законопроект, который исполнил уряд, там, где все прописано, что это все уже идет в силовый блок под Аваково, где мы знаем, что на сегодняшний день в Министерстве внутренних справ готовятся до того, что эта служба перейдет под них. Я не верю, что до конца травня мы створим новой орган финансовых расследований. Это невигодно силовикам, которые на сегодняшний день керуют этой державы. Спасибо. Евгений, у нас же в гостях целый госсекретарь, я не ошибся в этот раз, Министерство финансов, Евгений Копининс. Здравствуйте. Смотрите, но то, что слышим здесь, не пройдут требования, да, изложенные меморандуми, а Насбанки в это время говорят, что рассчитывают, вот реально прям рассчитывают до конца года получить еще три транша. Разобьются эти мечты о реальности или нет? Как Вы считаете? Коллег, ну, я хотел бы зазначити, что в любом випадке четвертий транш, как сказала паня Тетяна, это достаточно великое достигнение, я считаю, оскільки это показатель не того, что мы просто взяли деньги и завершили на этом, а последовательно делаем те изменения, которые, скажем, влияют на покращение каких-то показателей в Украине, покращение проведения каких-то реформ. И как раз завдяки этим изменениям, Международный валютный фонд погоджуется с тем, что те изменения, которые основные, они выразятся, они реализованы, и, соответственно, передается четвертый транш. Евгений, но вот Юрий только что говорил, что на многие глаза фонд просто глаза закрывает, что мы половину из заданий не выполняем, если не больше. Коли, для этого как раз и есть переговорная позиция, которая происходит перед каждым этапом надания соответствующего траншу. Для этого обговоруются, какие ключевые вещи, которые ожидаются от Украины, которые она должна выполнить, и с рассчитыванием этих показателей принимается решение о ценности или недоценности выдания. Поверьте мне, если бы не было выполнено ключевых вещей, которые идут в переговорном процессе, Украина не получит это. Хорошо, тогда сразу же следующий вопрос. Какие ключевые пункты в этом меморандуме? Что мы можем не выполнить? Ну а что? Ну надо же как-то крутиться в стране. Сегодня лунало очень много вещей, очень много таких застережений с приводу того, что реформы у нас не идут, но вместе с тем, те завдания, которые Украина взяла перед собой щодо проведения реформ, они не реалистичны для выполнения. Правильно? Но я хотел бы назначить трое иное. Правильно поднималось вопрос с приводу того, что у нас безмежная дыра в пенсионном фонде. И что, возможно, даже не будут выплачиваться в дальнейшем пенсии. Я бы просил, чтобы людей все-таки не лякать, а говорить про то, что для того, чтобы этого не произошло, мы должны проводить пенсионную реформу. Мы должны создать условия, когда наши пенсионеры смогут получать пенсию, которую они заслужили. Реформа нужна. Реформа нужна. Я не перебиваю, если можно, я так же... Есть только один путь. Рост, ВВП, новые фабрики и заводы. А вы хотите забрать одного украинца и другого? Я все-таки договорю, будь ласка. На сегодня есть две позиции. От, своего часа, мы в течение судей обговорили те, что 3200 это абсолютно безглузная идея. Сегодня 3200 показывает, что у нас росте средняя зарубительная плата. профсоюз. Я еще радяк. Это сделать вас. Кроме этого, идут надходжения, которые на сегодня, уже в этом году, дадут возможность поднять пенсионеры соответствовать пенсионерам. Они должны говорить о том, что наша государственная служба должна работать открыто и прозоро. Сегодня мы как раз пытаемся это сделать. У нас было проведено реестр ПДВ, который сегодня максимально дает возможность для того, чтобы бизнес все-таки бачил, когда будет у них отшкодирование, когда они смогут отримать свои деньги, чтобы не вымывались их ресурсы, чтобы они развивались. Я согласен с тем, что должен ВВП увеличить. Правильно? И в последний час как раз мы бачим, что у нас все-таки повильно, но и происходит. Я думаю, это как раз благодаря тем реформам, которые у нас происходят. Поэтому не главное взять эти деньги, а главное провести как раз эти реформы, которые дают на то, чтобы реализовывать реформы и чтобы социальное обеспечение наших людей увеличилось. Это задание, которое стоит перед нами. Пока Украину направляется на выполнение требований фонда. Николай Скорик. Вы знаете, шановный пан диршекретарь, у него очень красивая спевучая украинская мова, и он очень хорошо вымывается слово «покращение». С своего времени, когда премьер Миколая Анат Чазаров говорил слово «покращение», «покращение», я бы хотел, когда говорят про перевиконание бюджета, чтобы люди понимали, что это абсолютно инфляционное перевиконание. Это не правда. Если мы говорим по 3200... Скажите мне, пожалуйста, какое у вас увеличение внутреннего продукта за этот час, и какое у вас увеличение бюджета сравнено с плановыми показателями? про несколько других вещей. Я говорил про срастание среднего зарплаты и надходить по единому социальному внесу. Это не инфляционное структуру. Одно секундочку. На этой неделе абсолютно тоже правительство, то есть друг друга Владимир Борисович с Арсением Петровичем на известной конференции каждый называл лучшими премьерами. Они оба обменялись этими комплиментами и так далее. Давайте говорить, когда вы говорите о реформах, реформы это не сокращение пенсии людям. Реформы это не сокращение врачей и учителей механическое. Реформы это структурные изменения в экономике, увеличение количества рабочих мест. Какие структурные изменения в экономике вы предусматриваете этими обязательствами? В чем оно будет заключаться? Правильно, тому я и говорил про нескорочение пенсии, а как раз наоборот взрослание и за какие инициативные показники, а за какие взрослые надскорки. Уже я потерялся немного в вашем споре, а зритель подавил. Алексей, дайте несколько слов. Вот вы знаете, у меня очень сегодня было показательное выступление Владимира Борисовича Гройсмана на части правительства. Когда на вопрос о стандартах МВФ, какие мы на себя взяли обязательства о пенсионной реформе, Владимир Борисович сегодня отвечая на вопрос по этому поводу, он сказал следующее, что мы обязаны принять пенсионную реформу, что в ближайшее время мы ее представим, в результате этого мы повысим пенсию. Я так понимаю, что сегодня было предварительное звоночек о том, что наконец-то власть стала понимать, что у нас нелегитимная коалиция, и они собираются сделать такой своеобразный гамбит, одновременно выполнить обязательства перед МВФ, и одновременно этим же ударом они собираются повысить пенсии для людей, готовясь уже на предстоящие парламентские выборы за счет абсолютно инфляционных денег, которые получены в бюджете. И таким образом решить этот вопрос одним ударом нет, у меня коротко не получше. Коротко нужно, еще много людей не выступало. Нет, Евгений Турtalский, он... Коллеги, если можно, я повернусь до того, что когда мы говорили про поднятие до 3200, мы говорили, что это первый крок, который даст возможность поднять сегодня заработную плату для значной количества людей. Этот крок дав возможность сегодня получать дополнительные надходы, которые должны дать возможность поднять пенсионные забечения наших граждан. Поэтому это последовательные реформи, которые дают возможность поднять социальное забечение наших людей. а не то, что мы говорим о зарабатывании инфляционных или других вещей. Это благодаря реформам, которые проводятся. Сергей Мельничук, о чем у меня просили анекдот только что рассказать? О зарплате? Про зарплату, ну, в конце концов, суть сводится до того, что кто-то получает зарплату в 200 тысяч, а кто-то получает зарплату в 3200. В среднем эта зарплата увеличилась. Но социальные стандарты у людей не подвечились. И я хочу повернуться до тех бабушек, про которых было в первой части мова. Наши бабушки ходят и купляют хлеб по четвертинце, а бабушки в Европе ездят отдохнуть, например, с дедушками, которые танцуют с бабушками. Мои очи бачу, они радостно відпочивают на побережье морев. И это им добре. Это мы до этого, мы до этого, мы до этого скажу. А что касается траншу, то я хочу сказать, это МВФ, это Международный банк. Вот, фактически каждый из нас брал кредиты. И то, что нам дали, это кредит, мы фактически его погасили в старе. И нас будет тянуть до следующего момента, когда нам нужно будет платить. Я думаю, вся Украина понимает, что это не помощь, конечно, эти деньги отдавать нужно. Есть ли в парламенте хотя бы одна политическая сила, которая готова голосовать? Не те две, которые, скорее всего, будут заставлены. Сергей, да? Социал-демократы? Есть такая партия. Социал-демократы готовы голосовать. Один социал-демократ. Два. Пока два. Дуганяк. Это столько членов партии? Дуганяк. Первый и последний. Членов партии 70 тысяч. Хорошо, окей. Так вот, социал-демократы готовы голосовать за свой законопроект, который запрещает деятельность Международного валютного фонда в Украине и откладывает возвращение долгов Международному валютному фонду. Потому что мы абсолютно уверены в следующем. 27 лет Международный валютный фонд шел в этой стране к тому, чтобы получить нашу землю. Им необходима только одна позиция. Есть в парламенте голоса? Представляете, какой отток инвестиций будет из страны после подобного законопроекта? Есть. Если в парламенте голоса нету, зато есть голоса в Конституционном суде, куда Мушак вместе с другими депутатами, их всего около 50, внесли поданья всем, чтобы признать норму о том, что наша дорогая, единственное, что осталось, наша земля не продается. И я знаю, что уже назначен судья, и уже запущен процесс. И летом, когда все будут в отпусках, и политический сезон закончится, и не будет работать, в частности, черное зеркало, и не будет возможности каплину поднять людей и защитить украинскую землю, такое решение может быть принято. Но... Соберите митинг очередной. Наша политическая сила, социал-демократы, 1 мая проводят многотысячную демонстрацию на Крещатике. И там же будет запущен официальный процесс референдума о запрете Международного валютного фонда. Второе. Моратория на продажу земли. Мы не дадим ни в коем случае, ни в коем случае Международному валютному фонду иностранным финансовым оккупантам забрать украинскую землю. А я сейчас хочу задать вопрос Батьковщине. Вы готовы поддержать организованно-политически наш референдум, чтобы запретить? Я хочу сказать, что нужно объединяться. Правсоюзы, все оппозиционные партии, все, без исключения. Пожалуйста, все силы. Нам сегодня нужно партии решительных, и Мортиан Березы тоже может присоединиться. Сергей, спасибо. Спасибо, мы вас услышали. Нет, Сергей, мы услышали. Знаете, Международный валютный фонд превратил нашу страну в МММ. Мы берем кредиты, чтобы вернуть предыдущие. И провел полную деиндустриализацию нашей страны. Уничтожил 5000 предприятий. И этим детям сегодня негде работать. И безвиз, который мы получили, будет крючком. Нам будет рассказывать, отдайте еще вот эти предприятия. Ведь речь сегодня идет о приватизации крупнейших украинских предприятий. Центр Энерго, Припортового завода, Турбоатома Харьковского и так далее. Нет, нам нужно вставать. 1 мая все с нами, социал-демократы, на демонстрацию. Спасибо, мы услышали. Большое движение, защищаем Украину от международного валютного фонда. Батькищина тоже не собирается организовывать все украинские референды? Так, сегодня пресс-конференция лидера была, яка четко заявила, что мы начинаем подготовку к проведению всех предприятий. Хорошо, а если решение будет проведено через Конституционный суд все-таки? Я хотел сказать, смотрите, будь-який уровень развития в любой стране не вимиряется в том, скажем, как подняли ВВП за счет инфляционных процессов. Вимиряется развитие промышлевого производства. Так вот, если владеет информацией замминистра финансов, я ему допоможу. В лютом месяце развитие промышлевого производства в Украине 0. Это означает, что не создаются рабочие места, это означает, что не заходят инвестиции. Звідки брать деньги, чтобы отдавать кредиты? А теперь самый большой цинизм. Вот скажите, пожалуйста, мы за три года, мы за три года, я вас не перебывал. Мы за три года, вот я взял данные, взяли 17 миллиардов долларов. 17. И ДНВФ, СВИТОВОГО БАНКО, США, ЕВРОПЕЙСКИХ, 17. Это почти минулоречный наш бюджет. Вот скажите, будь ласка, кто отчувствовал эти доллары, которые впали в нашу страну? Что у нас изменилось вместе с вами, у наших дедушек, бабушек, родителей? Что происходит? Ведется наступное, что эти деньги куда-то исчезают, они идут на какие-то реформи. Дайте я скажу, мало того, этот 1 миллиард может на резерв Золотого валютного фонда? Не все. Послушайте, Золотого валютного резерва, Национального банка, 36 миллиардов. Я скажу, за 17. Вони не должны где-то быть, это родители. Вадим, смотрите. Вадим, что получается? Что получается? Самый великий цинизм, что потом, виконавчая гилка влады, которая подзвитна парламенту, которая подзвитна коалиции, заносит кота в мешку. И всем нам говорит, первое, вы должны проголосовать за скасование Упрощенки. Это есть. Упрощенную систему оподаткувания. Вы должны обрати. Другое, вы должны открыть рынок земли. Третье, вы должны провести пенсионную реформу и увеличить пенсионный стаж. А с нами, если они рады, скажите, пожалуйста. Вы не можете читать. Давайте мы будем говорить. Давайте мы будем говорить. Сергей, если я закінчу, я скажу відверто. Парламент, маяки, которые поставлены на квитень месяц по рынку земли, он будет презентован закон о обеих земель где-то в конце квитня, возможно, в травневые святы. Я уверен, что в парламенте сегодня голосов за этот закон точно нет. Другое, пенсионная реформа. Все понимают, что реформа нужна, поскольку такой большой дисбаланс. Майже 140 миллиардов. Все политические силы понимают. Но какой проект нам будет представлен? Есть разница между реформой и тем, что люди могут просто заставить работать больше. Мы могли дискутировать, анализовать. Мы подивимось. И еще, это, естественно, оподаткование. Мы подивимось, что они будут пропоновать в бюджете наступного года по спрощенке. А сейчас я вам найду, как это звучит по спрощенной системе оподаткования. Слушаю я вас всех и думаю. 17 миллиардов долларов за все эти долгие годы кредитования жизнь улучшили. Правда? Правда. Требования жесткие, дедлайн жесточайший. Правда? Правда. Судя по всему, никто в парламенте за это все не проголосует. Единственный вариант земельную реформу, может быть, проведут через рынок земли, откроют через Конституционный суд. Тоже, тоже себе еще решение. Слушайте. Ацехаус. Да. Выполнять требования. Деньги жизни украинцев не улучшают кредиты. Выполнять условия мы не хотим. Давайте отдадим этот миллиард. Сергей Рудович, давайте вы просто отдадим и скажем, мы будем выполнять все. Мы не хотим. Мы не хотим. Мы не хотим. Мы не хотим. Ну, послушав вас, мне кажется, что это единственный, правильный и логичный выход для Украины сегодня. Сказать спасибо им. Мы его отдадим. Я скажу. Мы отдадим все. Мы отдадим все. Мы отдадим все. Мы отдадим все. Сергей. Вырисов. Мы тема Международного валютного фонда в студии вашей прекрасной передачи обговорим за моей памяти раз в 8. Да, да. Меняются транши. Это свидетельство только об одном. Как плотно мы следим на этой игре, наверное. До речи, так. Почему? Финансово. Мне, до речи, приятно отзначити, что на эту передачу уже, я бачу, половина підготувалася. Бо, как правило, на тему Международного валютного фонда не так много политиков хочут говорить, бо, как минимум, треба прочитать 60-сторонок тексту. Да. Треба прочитать базовую угоду про створение Международного валютного фонда в 44-м году, статут. Почитать, что там есть, какие обязанности берут на себя члени. Это, на самом деле, не очень тяжело сделать. Я закликаю своих коллег безвідношно до политической принадлежности это сделать. Чтобы не користоваться морзилками и потом не вводить в оман весь украинский народ. Я несвідомо сказал, что ваша передача очень серьезная и поважная. И користуется высоким рейтингом глядача. Я все это знаю. Спасибо. И когда, мне очень прикро, когда серьезные люди заради набора дополнительного процента цинительно брешут с экрана вашего программы всем глядачам про то, что нет на самом деле. Вот скажите, самопомощь, вибачься за то, что ваш лидер с трибуны Верховной Ради сказал, что мы последний раз, когда перенесли розгляд украинского вопроса на Раде Дарькова в Вашингтоне, это только через то, что у нас не выбрали международного аудитора. Вот вибачься он, как политика, что это неправда. Вибачься, и вы, будь ласка, не маніпулируйте. Вибачься, вибачься, вибачься за то, что еще в попередній версии, в попередній, то есть то, что было в вересне, 100% они клялися, что есть текст, где написано, что уряд взяв на себя жорсткое обязательство подвижить пенсийный век. Никто же не вибачився. Мы поговорили, пар спустили, людей нас страхали. Наши люди, кроме того, что плохо живут, они еще постоянно харчуются, вибачься, нашими эмоциями, что все пропало. Все пропало только тогда, когда мы сдамо украинскую землю. Сергей, говорится про наступное. Я 8 разів это чую в этой студии. Как может выканавчий гилка влади брать ответственность на себя и засовывать нам то, что может не пройти парламент? Каким чином они безусловно с вами спілкувалися, приводив цих структурных мальчиков? Мы про это и говорим. Мне очень хотелось самому сказать всем телеглядацам и нам коллегам, почему парламент выключен из процесса принятия решений. Почему только глава Нацбанка, почему только президент, премьер и министр финансов подписывают эту угоду? Потому что в статуте Международного Лютного Фонда нет понимания парламента ни для ни одного страны, в которой члены подписали угоду. Нема ее, не хотите, не берите. Чи приймете, я, например, пессимист. Я тоже, как мои коллеги, не буду излучать оптимизм про то, что мы до конца травня приймем, принаймні, два маяка по пенсионной и земельной реформе. И я бы, если честно, как политик, остановился на этом транше и остановился на этом абсолютном рекорде, потому что я погоджусь с коллегой Остриковым, что это действительно максимум, что мы достигли за 20, 20,5 лет. Вы опасаете, что следующие условия будут еще жестче? Ну, нет, суть питания в том, что я действительно не вижу в парламенте 226 людей, которые проголосуют за рынок земли. Я за реста речей еще могу в разных вариациях прогнозировать, потому что, например, что касается вопроса антикоррупционных судов, я думаю, что если мы внесемо изменения в Конституцию и сделаем НАБУ, СААП и антикоррупционные среди, частью нашего конституционного процесса, то это реально. Сергей, вот вы говорите, что с парламентом никто не советуется. Спасибо. С парламентом говорите, никто не советуется. Мне интересно, а изучает ли кто-то мнение простых украинцев? Как они относятся к требованиям, прописанным в этом меморандуме? Владимир, Юрий, есть ли какая-то социология? Возможно, закрытая. Не слышали вы что-нибудь? Люди поддерживают это, не поддерживают. Кто-то вообще изучает их мнение? Социологии нет. На самом деле решение работы, ну может быть есть, решение работать с МВФ это не вопрос обсуждения общественности. Это узкий вопрос, который должны решать профессионалы, которые занимаются непосредственно темой. Они должны анализировать и просчитывать все детально. Значит, я вернусь все-таки к серьезному содержанию, не буду рассказывать анекдоты. Есть очень много угроз. Значит, первое, то, что сейчас вылезло наружу земельная реформа, пенсионная реформа, было понятно, что вряд ли она пройдет. Но, тем не менее, ее подписали. Что это означает? Это означает, что есть другие вопросы, которые могут стать при следующем пересмотре вариантом Приватбанка в прошлом году. В прошлом году тема Приватбанка вылезла под конец года. В самый последний момент, да. А никто не говорил, все обсуждали то же самое пенсионную реформу, и что ж такое. Теперь, ну да, сейчас ситуация может повториться. Что станет Приватбанком в этом случае? Вот это большой вопрос. На сегодняшний день, что мы имеем? Сейчас задержка по пересмотру программы шла не из-за пенсионной реформы. Ее в конце прошлого года обсудили, на самом деле. Она шла по блоку антикоррупции. Загвоздка была в вопросе подготовки антикоррупционных судов. А именно, Евгений, правильно я говорю, да? А именно, ну это было основной. Формулирование условий, как будут отбираться антикоррупционные судьи. Ну, вроде бы, наши добились что-то там удачный вариант. Как они считают, что это будет не только иностранцы, которые по условиям могли заходить, но и наши могут заходить. Второй момент. Управление предприятиями. Управление, это очень важный вопрос, наблюдательные советы предприятий. Насколько я понимаю, все-таки МВФ настаивает, и вся форма вообще определения управления предприятий, она подводит управление, выводит управление предприятий под управление иностранцами. Мы сейчас видим по Нафтогазу, на Совет Нафтогаза, было 5 человек, там было 3 иностранца и 2 от правительства. Что-то пошло не так, решение меняется, увеличивается до 7 человек, наблюдательный совет. Вот это настораживает. Второй момент. Третий момент. Приватизация. На самом деле, это не стоит маяком. Это просто условия, которые нужно выполнить до конца года. До лета, летом надо продать Одесский припортовый завод. Это тоже момент невыполним, потому что не решен вопрос с долгом предприятия, как его продавать, и почему его внесли в это дело. Национальный банк. Есть дополнение к письму, в котором мы должны, мы подтвердили, что мы защищаем российские банки физически. Вместе с этим, 10 числа, я забыл, как организация называется, они опять начинают акцию по блокаде российских банков. То, что сейчас говорит Нацбанк, это они могут говорить все, что угодно, потому что в скором времени все-таки глава Нацбанка уходит в отставку. С 10 числа мы посмотрим, что будет происходить. Учитывая, что мы пообещали МВФ, что мы не допустим блокады российских банков. Спасибо, но многие с вами здесь не соглашались. Одна из них Виктория Аташников. Я також хотела поднять вопрос о приватизации, потому что для меня эта задача достаточно тяжело выполнить. Мы помнимо с вами бюджет 2016 года, когда у нас доходами от приватизации закладывалася цифра у 17 миллиардов гривен. Вы помнимаете, сколько мы получили от приватизации предприятий? 189 миллионов гривен. Вы помнимаете, какая ситуация была с тем самым Одесским припортовым заводом, когда цена поступово-поступово спадала? И когда в борьбе за это предприятие выступали две люди, пан Кононенко и пан Коломойский, они успели между собой, а кто, в основном, будет контроль над этой компанией действовать и, фактически, дальше получать все эти бенефиты. Поэтому, когда меморандум МВФ говорит о том, что в первой половине 2017 года должна пройти приватизация ОПЗ, это возникает вопрос, да, кроме того, Центренерго, Турбоатом, Обленерго, Укрспирт. Это предприятия, которые конкретно, с конкретными назвами прописаны в меморандуме МВФ. Приватизация должна пройти до конца вересня 2017 года. Я очень уверена, что в такие строки это возможно. Больше того, мне бы хотелось, чтобы тут приватизация как раз происходила не помочь там певных олігархов, которые будут смагаться, власне, за отримание этих предприятий, а чтобы так же иноземные инвесторы позмагались. Но мы приняли с вами такое приватизационное законодательство, которое отстранило, до речи, от процесса приватизации много транснациональных корпораций. Прикрываясь, как связанность с Российской Федерацией, привели такие нормы, что просто там английские инвестиционные компании и другие инвестиционные компании просто опинились позапроцессу. И эти изменения нужно вносить в законодательство для того, чтобы как раз эту конкуренцию в правоизводительном процессе провести. Спасибо. И тогда нам не нужно будет приватизировать Украину. Украинской земли, приватизировать Украинских, государственных стратегических предприятий, пенсионеров заставлять працювать ренту на газ, так звану. До речи, «Свобода» будет пикетовать 10 квутня, власне, НКРЄ. Запрошуем украинцев доеднатися. И вы помните, когда мы, украинские националисты, 20-ти тысячным маршем гидности пришли до Верховной Ради, власне, мы поставили эту червеную линю. Если влада ее перейдет, то влада будет, видите, очень серьезный гнев украинского народа, и эта влада будет просто перезавантажена. Вы знаете, Олег, моя прабонплата, он написан в меморандуме с Международным валютным фондом, что они должны повернуться к этому вопросу, они не могут повернуться. Поэтому мы делаем пикетование, НКРЄ, доедуяйтесь к этому пикетованию. До этой анции протеста важливой для украинцев. Сегодня в Киеве проходила конференция по реформе процессуального законодательства, и были присутствовали иностранные эксперты. И они сказали, господа, куда вы двигаетесь? Антикоррупционные суды создаются исключительно в Африке и Азии, и потом осуждаются этими странами. Поймите, единственная страна, которая создана... Послухай, там у нас не працуют наши суды. Да потому что... Не працуют наши суды, дружи. Да давайте до нас подлечить за носа. Если у нас не працуют и суды, потрібно сфоривать антикоррупционные суды. Еще раз говорю. Послухай, никуда не запрац... Летим вас подрезанием носа. Поможет? Нет. Никуда, дружи, никуда не запрацует национальный антикоррупционный пирог, если мы будем працывать в суде. Поэтому я вынужден вас попросить замолчать, а вам дать слово. Владислав. Два раза попросить замолчать. Борислав, вы мне мешаете. Вы мне мешаете. Борислав, вы мне мешаете. Владислав, пожалуйста. Чтобы закрившить эту дискуссию, Бориславе, просто мы с вами приняли изменения в Конституции, в части правосудия, в частности новую редакцию о законе судоустрой и стадии судов, в которой мы, на самом деле, предвидели создание этих судов. Поэтому давайте завершим эту дискуссию, потому что она в данном случае немного нерелевантна. Дай, Олег, я завершу. Я хочу повернутися до ситуации все-таки за АМФ. Якщо так дуже спрощено, яка основная вимога в АМФ? Это по великому рахунку, чтобы наша выдатковая часть співпадала с доходной частью. Умовно говоря, чтобы наша держава жила под тем ресурсом, что она имеет, и делала все возможное для того, чтобы больше заработать, оттуда увеличивать доходную часть, чтобы иметь возможность покрывать выдатково и, безусловно, покрывать те борговые обязанства, которые у нас есть, суверенны наши борговые обязаны. Давайте також будем до конца відвертить, чи может сейчас Украина без співпрасти за АМФ? Ні, не может. Потому что мы есть развивающиеся с государством, и, если вы посмотрите на статус всех государств, которые имеют такой статус, то они все співпрацуют с АМФ. Питание, на самом деле, в другом. Если вы посмотрите на тот меморандум, он, по великому рахунку, носит односторонний характер. Потому что это наши обязанства, которые подписали четыре человека из стороны Украины, и которые мы берем обязанства имплементовать таким чином, гарантируя, что мы увеличим свою доходную часть. Но, если мы побывали на все эти структурные маяки, они переходят с меморандума в меморандум. Поэтому здесь важна другая вещь. Мы должны четко понять, что без проведения структурных реформ наша страна будет предречена. И нам не поможет ни АМФ, ни любые другие финансовые институции. Именно поэтому важно, чтобы, когда мы планируем свою выдачную часть, она действительно была співмирна с доходной частью. Но я погоджу и тут с коллегами, когда мы планируем выдачную часть, извините, давайте будем отвертить до конца. У нас коррупционная складка в выдачной части складает достаточно большой процент. То есть, мы понимаем, что влада, понимая, что любая влада, это временем влада, она складает какую-то часть, на которой будут заниматься коррупции. И вот это ганебная речь. Потому что проблема украинской влады в том, что мы не просто можем наступить на грабли. Мы периодично на них танцуем, на этих граблях. Потому что, опять же, я, ехавши до вас на эфир, повертаюсь до ситуации с независимым аудитором НАБУ. Я вижу черговый лист от руководителя фракции БПП, который просит рассмотреть кандидатуру Найджела Браума. Ну, это та ситуация, когда все международные институции, АМФ, любые наши партнеры, они просто от нас отвернутся. Потому что скажут «Хлопцы и девчата, вы абсолютно на системе». Хороший вопрос тогда. А что будет с нами, если они от нас отвернутся? Евгений, его я задам вам. Вот вы все услышали, да? Вам не кажется, что после услышанного по настроению наших депутатов на сотрудничество с МВФ, МВФ может, в общем-то, как-то и приостановить с нами работу или хотя бы заморозить? Как долго мы протянем? И слава Богу. Можно я повернусь до попередней темы? Как долго мы протянем? По поводу того, что четвертый транш... И если у нас у кого одалживать еще кроме МВФ? Все-таки. Если мы сами будем зарабатывать деньги, то есть, ой, я это слышу 20 лет независимый. А зачем слышать? У нас на сегодня, как бы там не было этот четвертый транш, как его не было в попередней истории Украины. Все гордятся взять их долг. Это даёт как раз... Давайте я поговорю от кількости траншей. Могу про те, что мы пяти, шестка, которые нас сомов. Правильно вы сказали, что у нас вси наши попередние как раз меморандумы переходят из одного в другий, потому что они не реализовывались. Вы гордитесь, что это? Сегодня, как раз, даёт возможность говорить, что четвертый транш, это говорит про то, что они реализуются. И те реформы, которые у нас есть, они идут. Какие? Системные реформы? Если говорить про деньги МВФ, то мы сразу должны сказать, что это наибой дешевые деньги, наибой дешевые ресурсы, которые у нас сегодня есть. И, соответственно, Украина, получая их, получает возможность сегодня развиваться, получает возможность отобрать другие ресурсы, такие как европейские деньги, другие, заложать инвестиционные ресурсы в развитие нашей экономики Украины. Вы не спрашиваете народу, на каких условиях брать эти кредиты? Это первое. Если мы заложаем самые дешевые деньги в экономику Украины, Это значит, что экономика Украины Даёт возможность развиваться А они приводят до того, что Минимальная пенсия Два слова С приводу приватизации С приводу корпоративного управления Справді, нужно Работать прозорую и зрозумевую систему Мы получаем как раз кращие европейские практики Закрещаем кращие европейские Дальше она не думает, что продавать Принцип у нас не зависит от чего Вы что не понимаете Вы становитесь Это я хотел о вас спросить Вот вы мне кричите, да зарабатывать надо Так вы мне ответьте, а почему Почему при наших политиках Украина не зарабатывает А только умеет жить, одалживает А в Мексике Давайте в Мексике Привели решение, чтобы привлечь инвесторов А не опустили обслужение налогов Отключите все микрофоны Вам не дал ответить Народный депутат Украины Ваш коллега Сергей Каплин Это теперь ваше личное Немного тела Да никаких проблем Просто давайте делать это Это было черное зеркало Спасибо, что смотрели У нас нет больше времени До новых встреч АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...